Всем привет! Меня зовут Артем, канал TutorCG и мы продолжаем курс по iClone. В этом видео будем разбирать морфы. Это последний параметр в меню Animation, который мы еще не разбирали. Для того, чтобы показать, как работает морфы, давайте добавим персонажа, у которого есть морфы. Перейдем на вкладку Content, Character, Morph Character и дабл кликом добавим этого персонажа. Когда персонаж выделен, перейдем в меню Animation и откроем Morph Animator. Открывается такое вот окно. Здесь представлен персонаж, который состоит из-под объектов и на каждом этом сегменте присутствуют морфы. Это значит, что этот персонаж состоит не из одного куска мэша, а разделен на части. Скорее всего, отдельно у него футболка, шорты, тело, волосы отдельно, глаза. В этой иерархии слева и перечислены все эти объекты, из которых состоит этот персонаж. Вот, например, higher волосы. Если мы будем переключаться по этой иерархии, то мы видим, что на каждом этом объекте присутствуют какие-либо морфы. Если выделить root объект, которому дочерни все остальные объекты, то справа будет список всех морфов, которые присутствуют на персонажа. Вы можете их промотать и посмотреть. Если вам необходимо, чтобы показывались только морфы на выбранном объекте и не показывались морфы на дочерних объектах, то вы можете снять галочку Show Chilled Morph, то есть показывает дочерние морфы. Как мы видим, список морфов уменьшился и сейчас показывает морфы, которые относятся именно к строке аватар. И выделяя эти объекты, не будут показываться дочерние морфы, которые присутствуют на других объектах. Default Key, дефолтный ключ для того, чтобы сбросить все значения. Это окно необходимо для того, чтобы создавать анимацию на основе морфов. И тут появляется логичный вопрос. А что такое морф? Морф это деформация объекта с помощью цифровых значений. Обычно в большинстве программ эти цифровые значения представлены в виде слайдеров. Как мы видим, изменяя слайдер, изменяется и значение. Здесь, например, равняется от 0 до 100. Тем самым вы можете изменять поверхность 3D объекта с помощью этих слайдеров, которые и являются морфами. Так вот, с помощью этого окна можно создавать анимацию. Перейдем на несколько кадров вперед и, например, изменим вот этот слайдер. Как мы видим, он отвечает за раздувание ноздрей. Тем самым получается анимация. Морфы просто незаменимы, когда вы создаете персонажную анимацию. Как вы понимаете, если не используют морфы, то используют суставы. Это два основных варианта анимации персонажа. Давайте закроем это окно. Нажмем F3, чтобы спрятать таймлайн. И перейдем на вкладку Modify. Затем под вкладка Animation. И здесь есть та же самая кнопка Morph Animator, которую мы только что рассмотрели. Вы можете перейти в нее с помощью окна Modify. Вторая кнопка Morph Creator. Необходима для того, чтобы поправить или создать новые морфы для объекта. Опять же, не обязательно для персонажа. В принципе, для любого объекта, будь то проб, аксессуары для персонажа или сам персонаж. При нажатии кнопки Morph Creator открывается отдельное окно, которое работает независимо от самой программы iClone. Если даже мы выйдем сейчас из iClone, то окно Morph'ов останется открытым. Но я вам не рекомендую использовать это окно при закрытой программе iClone, так как они все-таки взаимодействуют. Ну и давайте разберем это окно Morph'ов для того, чтобы лучше в нем ориентироваться. Начнем, как обычно, по порядку. Меню File. Все по стандарту. New, Open и Save для того, чтобы создавать новую сцену, открывать ранее сохраненную и сохранить текущую. Сохранение происходит в форматах I-Avatar, I-Prop, MC-Restore. В общем-то, для персонажей, пропов и аксессуаров, как я говорил до этого. Далее, Import Morph Target. Здесь поддерживается всего два формата, Ops и I-Avatar. И строка Import Morph Target позволяет импортировать сцену Morph Creator объект с изменениями. То есть, для того, чтобы создать Morph, вам необходимо изменить текущую геометрию. Например, если в 3D-программе вы увеличите ему живот и через раздел Import Morph Target импортируете в эту сцену этот объект, то получается Morph для живота. Далее, Export OBG. Довольно-таки важный раздел для этого окна. С помощью него можно экспортировать либо всего персонажа, либо выделенную часть персонажа. Именно это и необходимо для того, чтобы создавать морфы. Вы экспортируете этого персонажа в стороннюю программу для того, чтобы создать Morph. Морфы часто еще называют Blendshape. Можно перевести как смешивание форм. То есть, вы смешиваете множество форм, тем самым получается Morph. Recent File. Ранее открытые файлы. Exit для того, чтобы выйти из этого окна. Далее Edit. Стандартные команды. Select, Select L. Также есть кнопка Undo, Redo. Повторить, отменить. Далее VIV. Для того, чтобы панорамировать всевозможные проекции и работы с камерой. Home. Проецирует камеру на персонажа. Center. Центрирует персонаж согласно экрану. И при этом не поворачивает и не вращает камеру. Все это мы проходили еще в первом уроке. Далее Windows. Workspace. Рабочее пространство. Вы можете использовать стандартное. Либо изменить раскладку окон и затем нажать Save. Для того, чтобы сохранить ее. Либо нажать Reset Layout. Для того, чтобы перейти на стандартную. В данный момент, например, стандартная раскладка. И вы можете к ней вернуться с помощью кнопки Reset Layout. Дальше Toolbar. Для того, чтобы отображать и скрывать элементы Toolbar. Toolbar это верхняя вот эта вот полка. Далее Scene Manager. Это вот это вот окно. И Morph Editor. Это вот это окно. Соответственно, горячий клавиш F5 и F6. Toolbar вы можете компоновать. Переместить его, например, вниз и расположить внизу. Либо оставить наверху и изменить как-то положение этих кнопок всех. Все по важное окно. С помощью которого правятся существующие морфы, добавляются новые морфы, либо удаляются. Если мы дабл кликом выделим персонаж, то тут отобразится список морфов. Первая кнопка Send, Replace to iClone. Можно перевести как послать, перезаписать в iClone. Она необходима в конце. Когда вы уже добавили и как-то изменили морфы, вам нужно перенести этот персонаж назад в iClone и там его анимировать. И у этой кнопки сразу две функции. Если мы перейдем назад в iClone, то мы увидим, что здесь персонаж выделен. У него имеются вот такие вот уголки. Это символизирует, что персонаж выделен. Вернемся назад в Morph Creator и если мы сейчас нажмем Send, Replace to iClone, то он перезапишет персонажа, который сейчас открыт в iClone и выделен. Нажмем эту кнопку и теперь в этом персонаже присутствовали бы все изменения, которые мы сделали. Будь то удаление морфа, создание нового или правка текущих морфов. Перейдем назад в окно iClone, возьмем Move и передвинем его с нулевых мировых координат. Затем снимем выделение. Кликну в пустом месте. Если в iClone персонаж не выделен и вы нажимаете Send, Replace to iClone в окне Morph Creator, то создается новый персонаж. Это значит посылать персонажа. А когда персонаж выделен, то Replace, перезапись. Из этого следует, что у этой кнопки два действия. В зависимости от того, будет ли персонаж выделен или будет снято выделение из персонажа. Как мы видим, создался персонаж и в этом персонаже присутствовали бы все изменения, которые мы сделали. Тем самым эту кнопку Send, Replace to iClone довольно-таки удобно использовать, ведь вы можете оставить оригинальный персонаж без изменений и создать новый персонаж на его основе. Тем самым у вас будет выбор использовать оригинальный персонаж или использовать персонаж с изменениями. Разумеется, вы можете сохранить оба варианта в iClone на вкладке Custom. Следующая кнопка Update Morph to iClone обновляет все параметры, которые вы изменили. При этом, те параметры, которые не изменялись, они остаются неизменны в оригинальном персонаже. Когда вы нажимаете кнопку Update Morph to iClone, у вас обязательно должен быть выделен персонаж в окне iClone. Далее идет Edit Morph. Первое, со знаком плюс, добавить Morph или создать. Replace, перезаписать текущий. Если вам не нравится, как Morph работает и вы хотели бы его изменить, то вы можете нажать Replace. Далее Bake, запечь. Эта клавиша необходима для того, чтобы объединять в себе два и более Morph. То есть, вы можете как-то изменить персонаж с помощью Morph и затем запечь это все. У вас будет отдельный слайдер для того, чтобы применять все эти изменения. Далее Корзинка. Значит, удалить текущий Morph. Если вам Morph не нужен и он просто занимает место в списке Morph, вы можете его удалить. Тем самым, почистить список Morph и оставить только те, которые вам необходимы. Далее, как вы понимаете, идет список Morph, который поделен по группам. На каждом Morph присутствует Link. С помощью этой кнопки можно отобразить список геометрии, на который влияет этот Morph. Также здесь отображается имя Morph и в принципе это окно, только для того, чтобы посмотреть на что влияет этот Morph. Далее кнопка Карандаш для того, чтобы переименовать этот Morph. И в самом низу кнопка Reset для того, чтобы сбросить все измененные параметры. Опять же есть еще чекбокс Show Chilt Morph для того, чтобы показывать дочерние Morph. Далее давайте пробежимся еще по Toolbar. Первые три кнопки это создать новую сцену, открыть ранее сохраненную сцену и сохранить текущую сцену. Далее кнопка Export L экспортировать всю сцену в формате Ops или iAvatar либо экспортировать только выбранное. Вы можете сцен выбрать какую-либо часть и экспортировать ее. Затем идут кнопки Send Replace to iClone и Update Morph iClone. То есть вот эти две кнопки. Они же присутствуют и на Toolbar. Затем Undo Red повторить отменить. Режим Select горячая клавиша Q и работа с камерами. Также присутствуют ортогональные виды. Это был интерфейс Morph Creator и далее давайте создадим Morph. Для этого нам необходимо изменить форму персонажа, что и будет являться Morph. Выделим в окне сцен root сегмент этого персонажа. То есть самый верхний. Далее File и здесь есть меню Export Option. И то же самое вот здесь сверху. Нажму сверху просто кнопку Export L. Далее вам необходимо выбрать Аксис, согласно которому настроен ваш 3D редактор. Например, если 3D Max, то у него AppAxis Z My, по умолчанию AppAxis Y. В моем случае это Z. Нажимаю ОК. И далее вам необходимо выбрать место на жестком диске, папку, в которую и будет экспортирован выбранный персонаж. А также вам, разумеется, необходимо задать имя. Назову это Test01. Именно это имя будет использовано по умолчанию для названия Morph. То есть вы можете сразу задать имя этому Morph. Либо изменить его, нажав на карандаш в строке этого Morph. После экспорта появляется окно. Это значит, что экспорт произошел правильно. Нажимаем просто ОК. И далее вам необходимо перейти в ваш 3D редактор. В моем случае я буду использовать Maya. Если вы недавно в 3D и до сих пор не определились с 3D редактора, то могу вам подсказать. Для начинающих я рекомендую 3D редактор Cinema 4D. Этот 3D редактор имеет довольно-таки хорошую кривую обучение. Это значит, что вы довольно-таки быстро сможете его освоить и пользоваться им. В Cinema 4D простой и понятный интерфейс, который и позволяет вам быстро освоить эту программу. Плюс для начинающих довольно важный фактор имеет то, что в этой программе можно переключить интерфейс на русскоязычный. В то время как в других 3D редакторах, это невозможно. Еще один вариант использовать 3D редактор Blender. Он поставляется бесплатным и для некоторых этот факт довольно-таки важен. Поэтому они используют именно Blender. Сам же Blender является таким народным 3D редактором, который повсеместно использует очень много людей во всевозможных сферах деятельности, которые связаны с компьютерной графикой. Но по уровне обучения я бы сказал, что Blender будет сложнее, чем Cinema 4D. В основном из-за того, что для начинающих интерфейс на русском языке является довольно-таки важным. Плюс сама компоновка интерфейса. Именно поэтому я думаю многие согласятся, что Cinema 4D гораздо проще в освоении, чем Blender. Следующая программа сложнее, чем Blender и Cinema 4D. Это 3D Max. Тоже очень популярный 3D редактор. И когда-то он был прям практически единственным доступным. И многие игровые студии использовали именно 3D Max для своих проектов. В основном 3D Max используется в коммерческих целях для того, чтобы моделировать архитектуру, интерьер, делать все это под заказ. И последний 3D редактор это Autodesk Maya. Опять же, если сравнивать все предыдущие, то я думаю многие согласятся, что Maya будет еще немного сложнее, чем 3D Max. В Maya вы можете с уверенностью и моделировать, сделать UV, симуляцию всевозможных жидкостей, физики и так далее. То есть в Maya можно буквально все. И не могу с уверенностью сказать, что Autodesk Maya подойдет для начинающих. Все-таки интерфейс программы не такой дружелюбный, как например Cinema 4D. Если подытожить, то Cinema 4D в основном для моушн дизайна, Blender содержит в себе всевозможные решения для 2D, 3D мультиков, моделирования и всего того, что вам может понадобиться в компьютерной графике. Так что Blender такой разносторонний продукт, можно сказать. 3D Max в основном заточен на моделирование, создание архитектуры, интерьеров. И Autodesk Maya довольно-таки давно уже является лидером в сфере анимаций, создание мультиков и VFX эффектов для фильмов. С помощью нее было создано большое количество очень популярных фильмов, мультиков. И в данный момент популярные игровые студии и студии по VFX в кинематографе используют эту программу в качестве основной для создания эффектов. Так как здесь открытый исходный код, то они могут создавать плагины и скрипты для того, чтобы улучшить и ускорить свой пайплайн. То есть рабочий процесс. В Autodesk Maya работаю уже более 6 лет. Это мой основной 3D редактор, которым я в принципе пользуюсь на постоянной основе для каких-либо задач в компьютерной графике. Думаю, вы сделаете правильный выбор с 3D редактором и вы сможете делать морфы, например, для iClone. Выделим, например, эту руку. Перейдем в ортогональный вид фронт и передвинем немного ее в стороны. Также можно выделить вторую руку. Заметьте, что сейчас включен Soft Selection. Мягкое выделение, для того, чтобы вертексы как можно плавнее деформировались. Shift, правый клик. Возьмем инструмент скульптинга Ctrl F4. Для инструмента Grab Tool просто зажимаем Shift и немного сгладим, для того, чтобы вертексы немного выровнялись и геометрия не была настолько растянутой. Так как вместе с вертексами, разумеется, растягивается и сама текстура. Здесь она более однородная, поэтому не так сильно видно эти дефекты. Тем самым мы сделали такие вот длинные руки. Это актуально именно для мультипликационных персонажей. Все персонажи можно поделить на две части. Реалистичные и мультипликационные. То есть те, которые используют в мультиках. В мультиках есть такой эффект, как сжатие и растяжение. Когда руки персонажа могут растягиваться, глаза вылетать из орбит и прочие эффекты, которые применяют в мультфильмах. Если персонаж реалистичный, то он схож с теми же возможностями, что есть и в реальном мире. То есть у человека в реальном мире не могут растягиваться руки. И соответственно на реалистичные персонажи не делается подобный морфинг. Но так как это мультяшный персонаж, то это вполне логично, что у него руки растягиваются. Возможно этот морф уже есть у этого персонажа. Но так или иначе я сделал его просто для наглядности. Как только вы каким-либо образом деформировали персонаж, его можно экспортировать как морф. Просто перезапишу этот файл, который ранее был экспортирован из Morph Creator. Далее переходим в Morph Creator и здесь вам необходимо нажать кнопку с плюсиком в Edit Morph. Выбрать ранее экспортированную модель. Вам надо указать AppAxis той программы, из которой был экспортирован этот объект. В моем же случае это Pazet. Теперь в списке морфов появился еще один морф, который так и называется Test01. Если мы будем изменять слайдер, то его руки будут увеличиваться. Как вы понимаете, значок плюсика в разделе Edit Morph создает новый морф на основе импортированной геометрии. Следующая кнопка Replace, что значит перезаписать. Я могу выбрать, например, вот этот морф. Давайте посмотрим, что он делает. Он увеличивает живот. Если мне это не нравится или я хочу просто переделать этот морф, я могу опять же экспортировать этого персонажа, изменить по-другому живот и здесь нажать Replace, что перезапишет этот морф. Для наглядного примера, давайте выберем этот морф, нажмем кнопку Replace и выберем ранее сделанные изменения для рук. И теперь, когда я буду изменять уже этот слайдер, то у него будет увеличиваться живот и растягиваться руки. Мы как бы прибавили еще деформации к этому слайдеру. И теперь этот слайдер содержит в себе сразу, можно сказать, два параметра морфинга. Следующая кнопка Bake, запечь, она создается на основе измененных параметров морфинга. Для этого я рекомендую сначала вам нажать на Reset, чтобы сбросить все значения морфов на нулевые. И затем, если мы будем изменять какие-либо слайдеры, например, вот этот, следующий, при этом вы можете задействовать множество морфов. Самое минимальное количество это, разумеется, два. Если изменение морфов более чем один, значит имеет смысл использовать эту кнопку Bake. Так вот, мы сделали такие вот изменения и нажимаю на кнопку Bake, запечь. Здесь вы можете задать имя морфа. Назову его Test02. Ниже будет Source Sliders. Здесь просто список тех объектов, на которые влияют эти слайдеры. Если мы активируем чекбокс Remove Source Slider Open Creation, то удалятся те слайдеры, которые были использованы для создания этого нового морфа. То есть, все, что мы изменили, все это удалится. Но это удаление будет зависеть напрямую от объекта, на котором присутствуют эти морфы. И этот результат может отличаться. Первое. Если все эти слайдеры работают только с одной геометрией, то в этом случае будет просто создан новый слайдер Test02, как в нашем случае. А вот эти все четыре слайдера удалятся. Второй вариант, когда эти слайдеры влияют на разные объекты персонажа. Как мы видим вот, например, CC Base Body. И второй сегмент это Classic Shorts. И третий это West Male. То есть, эти четыре слайдера влияют сразу на три объекта в этом персонаже. И в этом случае эта функция может связывать разные слайдеры сетки, как один ползунок морфинга. Сохраняя при этом исходные ползунки. В общем, для наглядности давайте оставим этот чекбокс активным и нажмем кнопку Create. Как мы видим, все эти четыре слайдера были удалены. И создан слайдер Test02, в котором содержится все изменения этих четырех слайдеров. При этом, так как все эти четыре слайдера влияли на три разных объекта персонажа, то были созданы еще слайдер Test02 в разделе Classic Shorts и West Male. Если помните, в списке были объекты с названием Classic Shorts и West Male. Эти слайдеры создались именно потому, что этот персонаж не представлен как один цельный объект, а поделен на множество сегментов. Футболка, шорты и так далее. При этом, как мы видим, все эти три слайдера реагируют одинаково. То есть, в принципе, мы можем вот эти два удалить. Зажимаем Ctrl, выделяем второй, и нажимаем корзинку. Теперь они удалились. Как вы понимаете, корзинка просто удаляет выделенные морфы. В общем-то, таким вот образом вы можете создавать морфы буквально на любом объекте, который присутствует у вас в сцене. Делать это довольно таки просто и быстро. Особенно, если вы знаете и знакомы с каким-либо 3D редактором. На этом все. Увидимся в следующем уроке.